Один из величайших композиторов 19-го столетия родился в Варшаве в семье подданных Российской империи, куда тогда входила Польша. При этом отец малыша был французским иммигрантом. Именно от него Фредерик Францисшек, так назвали первенца, унаследовал фамилию Шопен. С матушкой Юстиной Кржижановской мальчику повезло, она была большой любительницей музыки и незаурядной пианисткой. Именно ее, по ее настоянию, муж приобрел для ребенка довольно дорогую по тем временам вещь – фортепиано. На первом же публичном выступлении в Варшаве, где восьмилетний Шопен играл полонез собственного сочинения, он был удостоен восторженных оваций публики. После концерта он подбежал к матери со словами благодарности. «Мама, мама, ты слышала, как они хлопали? Это потому, что ты пришла в коричневой курточке. С белым воротничком». Официальная же реакция на этот музыкальный прорыв отнюдь не страдала детской наивностью. Шопен – настоящий гений музыки, сочиняющий танцы и вариации, которые вызывают восторг у знатоков и ценителей. Если бы этот вундеркинд родился во Франции или Германии, он привлек бы к себе большое внимание, написали в газетах. Похоже, что родители Шопена взяли это мысленное вооружение. Дальнейшая музыкальная карьера композитора складывалась вдали от Польши, в тогдашней столице мира – Парижа. Как бы сложилась судьба Шопена, останься он в Польше. Но в высший свет, несмотря на явный талант, сыну француза-гувернера хода не было. Когда Плебей задумал жениться на аристократке Марыси Водзинской, ее родители дали понять, что из этого ничего не выйдет. «Жалею, что ваша фамилия Шопен, а не Шопинский». Так писала мать Марыси композитору, чье имя, кстати, уже было известно в Европе. Париж – иное дело. Тамошний бомон встречает Шопена с восторгом. Он заводит дружбу с Гейном, Берлиозом, Беллини. Им восхищается живописица Жен де Лакруа. Очень теплые отношения связывают его с Мендельсоном. А вот с Ференцем Листом отношения не заладились. И вот почему. В 1836 году в салоне знаменитой на весь Париж светской девицы Марии Дагу Шопен знакомится с известной писательницей Жорж Санд. Причем Шопен явно разочарован знакомством. Лицо госпожи Дю Диван, известной под именем Жорж Санд, не симпатично. Вот так он пишет в своем дневнике. «Она мне совсем не понравилась. В ней есть даже что-то отталкивающее. Однако сама Санд вцепилась в молодого композитора как клещ. Причина была проста – женская зависть. Хозяйка салона обошла ее на повороте, уложив в постель виртуозного пианиста и композитора Ференца Листа. Жорж Санд, которой собственной литературной славы было мало, хотелось еще и славы скандальной. И срочно нужно было бы завестись не менее знаменитым любовником. И тут на ее удачу в салоне Мари Дагу появляется молодой композитор Фредерик Шопен. Две дамы сбрасывают маски светской дружбы и начинают затяжную дуэль оружием, в которой служат два гения. Но Жорж Санд не повезло. Ее оружие по поражающим факторам было выше всех похвал. Однако в плане физического здоровья Шопен сильно уступал Листу. Он был болен чахоткой. Но Жорж Санд до здоровья Шопена не было никакого дела. Когда любовник-соперница Лист дает триумфальный концерт в зале Парижской консерватории, Санд предпринимает решительную контратаку и устраивает камерное выступление Шопена в зале Плейеля. Харкающей крови Шопен вынужден согласиться. Концерт проходит великолепно. Генрих Гейна называет Шопена Рафаэлем фортепиано. Жорж Санд торжествует. Постоянные выступления, которые азартно соревнуясь с любовницей Листу устраивала Шопену Жорж Санд, окончательно подорвали его здоровье. Он стал давать осечки. И вот тогда романистка поступила как заправский дуэлянт. В 1847 году Санд, осознав, что дуэль проиграна, бросает своего возлюбленного, как заржавевший дуэльный пистолет. Через два года Шопен умирает, но писательница продолжает мстить ему, как не оправдавшему надежд, даже после смерти. По ее настоянию парный портрет, где Эжен де Лакруа изобразил Шопена импровизирующим на фортепиано, а Жорж Санд в роли слушателя был безжалостно разрезан надвое. Посмертная судьба Шопена полна возвышенной романтики и горькой иронии. Тело композитора покоится на парижском кладбище Перла-Шез, а сердце, согласно его воле, было отправлено в Варшаву, где по сегодняшний день находится в церкви Святого Креста. Но к самому Шопену, кстати, у поляков отношение было странным. Через 50 лет после его смерти соотечественники умудрились забыть своего музыкального гения окончательно. И вспомнить Шопена их заставил русский композитор Мили Балакирев, который в 1894 году в местечке Железная воля под Варшавой заложил памятник великому польскому музыканту, жертве дуэли двух светских лиц. Шопен. Сейчас мы послушаем его волшебную музыку. Шопен.